Передача «В чем фишка» начинает свой второй сезон на карантине. И сегодняшний гость – российский актер Алексей Шевченков. Алексей Шевченков – российский актер. За его плечами свыше сотни ролей – от боевиков до драм. Как он сам признается, да, большинство из них были эпизодическими. Его кинодебют состоялся в картине Киры Муратовой «Увлечение», в которой он сыграл вместе с Ренатой Литвиновой. 14 лет Шевченков служил в театре Армена Джигарханяна, но покинул его из-за появления Виталины Цымбалюк-Романовской. Сейчас артист вынужденно живет в Калужской области. У него до сих пор нет своей квартиры в Москве и нет прописки. У него болит душа за то, что происходит в его стране, а также за те слова, которые произносит президент Владимир Путин с экрана. Здравствуйте. Здравствуйте, меня видно, слышно? Да, слышно, видно вас. Очень здорово. Я так понимаю, вы где-то находитесь за городом? Да, я здесь живу. Это какой район, это город какой-то, где? Это деревня, это даже не Подмосковье, это уже Калужская область, недалеко от Серпухова. Вот. Хотела... Ну, я думаю, что название моей деревни вам ни о чем не скажет и никому тоже. Хотела поздравить вас с наступившим Новым Годом. Спасибо. И вас тоже взаимно. Дай Бог, чтобы этот год был как-то получше, чем прошедший. Как у вас вообще настроение в связи... Как у вас легче стало сейчас? Вакцинация же началась или, может быть, или как вообще? Что там в России происходит? Раиса, нормально? Видно? Может поправить? Как вам? Видно? Все хорошо? Вы можете... Ну, смотрите, мне как бы хорошо видно, я вас прям очень хорошо вижу, смотря, что вы хотите, чтобы сзади было, потому что в любом случае я еще... Это не те главные вопросы, я просто хочу хоть как-то поговорить, как вы там живете. Интересно. Понятно. Да нет, ну, видите, дело в том, что здесь я живу, в принципе, вынужденно, поскольку я до сих пор, как в Москве нелегален, я до сих пор в Москве там арендую квартиру, и сейчас мне это уже просто не по силу тянуть, поскольку, ну, вот так складывается ситуация в этой стране, в этом государстве, в этом царстве. Ну, вы тогда год назад на интервью на «Судьбе человека» рассказывали, что у вас там в начале вашей карьеры там не было прописки, и там ужасы творились. Ну, неужели сейчас все так... То же самое продолжается? Нелегально? Ну, еще не изменилось то же самое, да. То есть до сих пор как-то вот так сложилось, что ни прописки, ничего нету. Поэтому, ну... Да я вообще как-то раньше считал, но... Да и сейчас, наверное, считаю, что, наверное, это не главное. Прописка, бумажки, все это такое дело... Там, наверное, на верхах там нужно. А человеку-то это не нужно. Человек должен быть внутренне как-то свободен. Вот. Это самое важное. Самое главное, мне кажется. Я хотела поговорить про кино. Конечно. Да. Вы кино снимаете с 94-го года, если я не ошибаюсь. Ну, да-да. Да, была первая картина. Примерно в этих годах. Да, это дебют у вас был у Астрахана в фильме «Ты у меня одна». И у Киры Муратовой. Правильно? А кто из вас может сказать мне, дикие кони... Дикие кони? Не кони, а лошадь. Дикие кони раньше были лезвичем нынешней ручной или нет? Это нельзя сравнить. Это все равно, что угадывает, кто сильнее Шварценеггера или Илья Амурова. Вы уверены? Ну, и на 100%. А с сороковыми лошадями ваших и подробных можно сравнивать? Можно сравнивать, но это я извиняюсь, будет не пользоваться. Э-э-э-э-э! Это мой товарищ по несчастью, Виолетта! Как же так, Саша? Твой друг что-то путает? Да, Санек, ты здесь даже не в курсе. Ты даже представить себе не можешь, что значит подготовить конно-акробатический номер по Де Труа. Это я себе точно не представляю. Там и от лошади, и от дрессировщика зависит. Это точно, зато я знаю другое. Так что помолчи лучше. Так что помолчи лучше. Так что помолчи лучше. Так что помолчи лучше. Тех, что пахну лучше. Санек! У Астрахана я как бы не считаю там дебютом. Это так, как бы там что-то там побегали, там массовки в эпизодах там где-то. Ну, это так я не считаю. Так больше, знаете, просто приоткрыть дверку, посмотреть как там, да что там. А первая роль все-таки я считаю у Киры Георгины, когда все-таки там надо было строить какой-то образ, надо было что-то как-то вскрывать, проблему, которая там закладывалась. В общем, ну, и я даже сейчас вспоминаю, когда я спросил у Киры Георгины, почему вот мой персонаж, вот вы хотите, чтобы он смеялся здесь как-то? Я очень трепетно, конечно же, как и все молодые артисты, да и вообще как-то как актер ответственный. Спросил, почему у него поведение такое? Она мне ответила просто там, без песенки, крючочка Станиславского. Ну, потому что человек-то. Вот и все, там дальше обрадовай как хочешь. Я там, будучи совершенно еще зеленым, так скажем, актером, да даже еще не актером, а студентом, я пытался это уложить в своей голове и как-то оправдать. Вот, но как смог, так оправдал. Но в итоге у вас за плечами уже свыше сотни ролей. Ну, где-то так, да. Ну, многое среди них, это, конечно, цифра так звучит мощно, нам можно сказать, но среди них очень много эпизодических ролей, таких небольших. Вот, но, честно сказать, конечно, благодарен судьбе, что у меня было несколько ролей, которыми я, так скажем, горжусь. И очень благодарен судьбе, что так сложилось, что именно мне довелось прикоснуться к этим ролям. А хотела все-таки задать этот вопрос, который часто вам задают в интервью. Расскажите, вот как вы решили стать актером? Ну, все очень просто, Раиса. Я дело в том, что еще до школы мечтал быть артистом. Другое дело, что я, будучи из маленького городка в советское время, когда актер, это немножечко было другое понимание, это такой, ну, немного такой высокий статный, красивый человек должен быть. И я мечтал об этом, но особо я не верил, что у меня может что-то сложиться. Но мечтал, действительно, я очень хотел. Часто перед «Зеркалом» как-то кривлялся, ну, в смысле, пытался проиграть какие-то сцены без просмотренных фильмов. Вот. И потом уже, когда там с футболом по окончании школы год я где-то поиграл, у меня так стало не складываться, и я все-таки решил рискнуть попробовать. Потому что, ну, чтобы не жалеть, что даже не пробовал. А тут раз такой лотерейный билет, и спасибо, Митя Ханановича, поверил в меня как-то и дал мне этот билет, и эту возможность работать в этой замечательной профессии, этим замечательным делом заниматься. И я так понимаю, что вы 14 лет проработали у Армена Борисовича Джигарханяна в театре? Да, да. Это были, наверное, самые лучшие годы в моем деле, в этом деле, в театральном. Ну, потому что все-таки театр Армена Борисовича Джигарханяна, это было такое, ну, какое-то семейное что-то, знаете, как твой дом. Потому что я работал и до этого в театрах, был и после этого в театрах. Но все-таки в театре Армена Борисовича Джигарханяна это было несравнимая жизнь. Да, как-то не знаю, вот все складывалось. И я вам скажу, там мотковенно. И путь соли всякой ерунды съели, там, и позора. Все было такое прям, когда еще только начинался театр. Это, конечно, я даже, будучи еще вчерашним студентом, понимал, что это просто вот провал полный. Но тем и крепче любовь к этому делу в этом театре у меня была. Поскольку потом были победы. Это было, знаете, как-то заслуженно, что ли. Потому что все-таки пройти вот этот тернистый путь, пробиться, подняться с этого дна, с этой вот неудачливости, так скажем. Для меня это было очень ценно. И было по-настоящему. Ну, так, знаете, вот, ну, по-настоящему это как-то вот... Сейчас, простите, я отключу, тут у меня разговаривают это. О, все. Вот, поэтому это был действительно для меня бесценный опыт. И настоящая любовь к этому делу в этом театре. К сожалению, в 2020 году Армена Борисовича не стало. Может быть, вы можете рассказать, каким человеком он был для вас, может быть, для ваших коллег? Ну, лукавить не стану. Для меня он был вообще как дед. Ну, это действительно так. И он ко мне относился как-то очень, ну, так, фактически, очень тепло. Но потом, в какой-то момент, у нас стали расхождения, и мы с ним остались. Он всегда был непредсказуемым человеком. Он был такая личность идиозная, такой... С таким, знаете, оттенком кавказской мудрости, если так можно сказать. Никогда, если даже признавал внутри себя какую-то неправоту, он никогда это не признает в открытую. Вот. Но, ну, как бы не хотелось мне говорить, поскольку большие разочарования пришли. Но это было связано с той женщиной, которая пришла и разрушила весь этот мир. Я имею в виду театр, наши отношения. Конечно, там, бороться за это, ну, уже бритко бороться. Ну, если хорошо с ней, если ему было комфортно, ну, так почему. Знаете, как это в песне? Ну, значит, надо третьему уйти. Ну, вот весь театр ушел. Это про Виталину Цымбалюк-Романовскую, да? Да, про эту субстанцию, да. Да, ну, мы не будем углубляться, это как бы, это уже такая... Да, поэтому я говорю, что, ну... Да, это такая желтая история. Я так понимаю, что, да, там, большинство актеров решились уйти, потому что возникли конфликты. Я так понимаю, что вы рассказывали, в частности, что эта женщина внесла какие-то такие свои интересы. Да, но, вы знаете, Раиса, я все-таки пару слов все равно скажу, поскольку, мы боимся, чего захотел, того и получил. Здесь не она, а тоже одна виновата. Ты захотел, это ты получил. Вот, собственно, простая истина. И никуда от нее нет вернется. То есть, пустил козла в огород. Ну, вот тебе хорошо, тебе на тот период так хотелось. Ну, значит, так должно было. Вот, собственно, и все. Я так понимаю, что Армен Борисович еще и сыграл тоже свою роль в том, что вот у вас есть невероятная сила, вы сильный человек. То, что вы смогли преодолеть свои трудности не только в становлении как актера, а в том, что вы победили как бы зависимость алкогольную, вы перебороли себя, вы рассказывали, что это был такой тяжелый момент. И, в частности, вы, я так дословно прям не помню, но вы цитировали, что это какое-то отношение общества, эта культура, скорее всего, повлияла на вас, что вы начали выпивать. Вы говорили, что Есенин пил, Высоцкий пил. Да, да, это идеологический такой момент. Знаете, когда неокрепшие умы еще того времени, в 90-е годы, только еще становились на путь творческий, так скажем, ну, в данном случае актерский. И мы смотрели, брали пример с более, так скажем, больших актеров, больших личностей. Опа-то, вот тот пил, тот пил, ага, если пьет, значит, что-то у него болит внутри, значит, ему тяжело. И у нас в советское время, в принципе, всегда жалели таких людей. Сейчас, конечно, ну, я понимаю, какой-то бред и какая ошибка. Какой вообще абсурд в этом? То есть абсурд в чем? То есть алкоголь, значит, пить можно, марихуану курить нельзя. Вот только вдумайтесь об этом. 80%, я знаю, там, много людей, кто умер от алкоголя, кто умер от марихуана, ни одного не знает. 80% преступления по алкоголю. Ну, это факт, это не то, что... Я сейчас даже статистику не буду поднимать. И тут просто посмотрите, вот человек, ну, это шутка, страшная вещь. Я вспоминаю, конечно, с большим сожалению, что я потратил на это время, что я был как, ну, ошибался в этом. Это действительно, ведь на самом деле, если посмотреть, там, на тех же людей, которые, там, употребляли это дело, с другой стороны, вот просто взглянуть, это большая проблема для окружающих, для друзей, для близких, для всех. Для того и для того же человека, самого, кто это бьет, для самого, у него самая большая проблема. И, конечно же, я вам признаюсь, для меня это далось очень тяжело. Очень. И я думаю, что это сродни наркотической зависимости. Я имею в виду большие наркотики. Абсолютно. Потому что я боролся с этим где-то года 4. Пока вот уже психологически там как-то не переборолось. Ну, в общем, как-то так. Но действительно у меня было большое желание там бросить. А уже как-то, а-а-а, уже просто, да, не бросишь. Вот, поэтому я считаю, что водка, алкоголь – это самое большое зло. Просто вот большое зло, ну, не из измеримых масштабов. И алкогольные магнаты до сих пор, вот, они лоббируют свою эту историю, лоббируют этот алкоголь, не дают выхода там барихуане, которая, мне кажется, вообще такая безобидная вещь, на мой взгляд. А как вы считаете, то, что произошло, трагедия с Михаилом Ефремовым, это может быть как раз тоже связано вот с этим отношением общества, культуры театральной, где, возможно, все закрывали глаза и такие радовались и шутили на эту тему? Сложно сказать. Правда, действительно. Ну, наверное, безнаказанность. Наверное, безнаказанность, мощение каких-то там вещей. Какой-то такой, знаете, такой немножечко... Не буду туда вдаваться, в подробности. Единственное, что скажу, мне очень жалко Михаила Олеговича. Действительно безумно талантливый человек. Но в этой истории, знаете, еще более обидно, что многие твари и ублюдки ушли от наказания, такие как там папы, сути, сбивают людей, и они совершенно уходят. Это вот там какая-то Алисова, когда вкололи там мальчику бедному этот препарат. Да и она так и не отсидела, она вообще не ответила за свой посуд. Не знаю, мне что, вот брать винтовку, в Бару же идти, просто вот убивать их, что ли. Просто наказывать. Я не знаю, я уже человек доведенный в этом отношении. Потому что я живу вот здесь так. Я честен. В моей стране мои дети, я за них боюсь. Я вам более того скажу. Я вам скажу, простите, что сейчас так говорю. Более того скажу, я прошу Вселенную. Я умоляю Вселенную дать мне возможность уехать отсюда. Это Россия, это государство, это система, это позор. Позор. Потому что здесь замечательно много есть людей. А я вам скажу, нищета никогда не делала ни одного человека добр. Никогда. Нищета только порождает слугу и агрессию и болезни. И ничего с этим не поделаешь. И когда президент в открытую говорит, что 17 тысяч средняя зарплата – это нормально, для меня этот человек умер. Нету больше у меня президента, которому я верил и доверял. Нету. Я не политик. Я не лезу в те вещи. Но для себя какие-то там засечки я делаю. Поэтому вот такова правда. Вот она правда. Я живу здесь, в этом доме, потому что я не могу ничего там ни купить, ни сделать. Да, я тоже не идеален, конечно. Блин, у меня свои ошибки. Безусловно. Себя тоже вины не снимаю. Но мне кажется, сейчас здесь страшно жить. Страшно, потому что я боюсь за своих детей. Очень жалею, что они у меня есть, и они здесь. Я честно говорю, откровенно. Я боюсь за них. Как так можно не бояться, когда спортсмены, которые являются примером для молодого поколения, для мужчин, начинают между собой выяснять на улицах отношения, нападают на обычных людей на каких-то свадьбах. И никто их за это не наказывает. Никто не наказывает за те поступки, когда людей сажают ни за что. И здесь сплошь и рядом. Только так немножечко завуалировано. В такой стране вообще, в принципе, ну как, если у российской церкви стоит бес. Это факт. И все знают. Все то, о чем я говорю, все знают, так живут. Есть страна Москва, и есть страна России. Это разные вещи. Поэтому сам вот сижу здесь вот и думаю, как быть, как жить, как чего. Никакого выхода не вижу. Либо что-то должно измениться, что-то как-то. Либо это все когда-нибудь рухнет, потому что уже стоит все на спичках. Уже все действительно всем понятно, все ясно же, что происходит в этой стране. Для всех. Ну, пока как-то это все держится. Но я думаю, это все не приведет ни к чему хорошему. И я, поверьте мне, я не за то, чтобы сейчас с вилами куда-то бежать. Хотя я думаю, некоторый бы на вилу-то садил бы сам лично за эти проступки. Да какие проступки? Это уже, наверное, не проступки. Это действительно какие-то уже преступления. Когда вы невинных людей там сажаете, когда становятся безнаказанным какие-то, ну, очевидные просто преступления. И люди совершенно свободно дальше гуляют и продолжают. Вести этот образ жизни неправильный. Это мягко сказано неправильный. Вот, простите, Раиса, я что-то прям вот завел. Не, ничего. Ну, на самом деле мы очень со стороны наблюдаем за тем, что происходит в России. И, конечно, вот вы сказали, что Москва и Россия – это разные страны. То есть это так и выглядит даже в том мире шоу-бизнеса, да? То есть в котором я работаю, я смотрю, я вижу, как люди живут в Москве, да? Артисты в том числе и те, которые находятся где-нибудь в провинции. И определенно то, что я часто слышу, это я слышу о цензуре, о том, что можно, что нельзя. За это переживают даже люди, которые на Первом канале работают. Вот они выпустят какую-то программу, как она пойдет, что произойдет. И очень много в соцсетях пишут, и вот писали, по крайней мере, о поправках Конституции. И вот вы ходили голосовать? Вы за поправки, против были? Да нет, я не ходил, Господь сломит. Там они решат без меня это все. Это все большие, красивые слова, что ребята, идите голосовать. Да, ребята, ставьте меня в покое. В стране, где человек стоит у культуры, у истоков, я не знаю, как это правильно называется, вот это кресло, Шнуров уже в творчестве какой-то занимает пост. Вы что, смеетесь, что ли? Я сижу в банке с ребенком, разговариваю о том, что, ну, дочь, понимаешь, говорю, есть такие вещи, вот так, так, привел пример, вот, Сергей. А рядом сидит человек, говорит, а почему нормальные песни? Я говорю, вот, смотри, дочь, вот представитель идиотизма. То есть нормальные песни для ребенка тоже нормальные песни. О чем вы мне рассказываете, о чем вы мне лечите? Слава Богу, у меня есть мозги и понимание. Другое дело, что Сергей сам по себе человек очень умный, знает, что нужно народу давать. А народ это все будет есть и будет глотать. И все это у нас будет так происходить. Поэтому, ну, все как-то неправильно. А вы же знакомы с Сергеем, я так понимаю, вы познакомились на съемках фильма «Игры Мотыльков»? Да, у нас было с ним такое интересное знакомство. Было дело, да. Там, и насколько я понимаю, это тоже, типа, связано было с алкоголем. И вроде, слава Богу, что все хорошо закончилось. Да, да, слава Богу, да. И для него тоже, кстати. Я тогда был очень золый. Я человек спортивный. И я, на самом деле, пил. И в этом отношении даже благодарен. Потому что иногда я не отдавал отчет тому, что могу натворить. Это правда, действительно. Я правда очень благодарен. Потом мы, конечно, встретились и как-то так нормально очень. А получается, кто за чинщик был? Вы что-то сказали ему, что он эту бутылку схватил и ударил вас? Или что произошло? Я, знаете, я вообще как-то плоховато помню эту ситуацию, честно говоря. Но я опять же повторюсь, алкоголь – это страшно. Это страшно. Поэтому. Правда, не помню даже, что за что, почему, как. Ну, в общем, какая-то такая вот история была, да, в моей жизни. А сейчас, я так понимаю, что вы вообще с ним не общаетесь? Последний раз там очень давно виделись, как я понимаю. Нет, мы люди разной волны с ним абсолютно. Я думаю, даже если бы мы как-то с ним где-то пересекались чаще, я не думаю, что мы стали как-то там с ним дружны, или какими друзьями стали, вряд ли. Просто мы разные люди, разные понимания, разные волны, разных каких-то стремлений, что ли, не знаю. Но это не к тому, что плохо или хорошо, просто разные люди. Хотела вернуться все-таки опять к творчеству, к кино, и поговорить о режиссере Андрея Богатыреве, который для вас, мне кажется, стал знаковым. В 2013 году вы снялись в его фильме «Иуда», в котором сыграли главную роль, получили за нее несколько наград. Господи, Фома, неужели тебе недостаточно моих слов? Уйди. Мне говорят, это вино кислое. А ты не требуешь доказать о кислое или нет? Ты просто берешь и пробуешь. Вот я сейчас его хочу попробовать. Фома, вот так. Фома, уйди. Я так понимаю, что на кастинг пробовался и Нагиев, но утвердили вас. Дмитрий не пробовался. Я думаю, что Дмитрий что пробует? Он человек довольно-таки известный, и все знают его талант, дарование, что его пробовать. Поэтому для меня это действительно было такой загадкой, такой какой-то мистикой. И я, конечно, очень благодарен Андрею, что мне дал эту возможность, что он поверил в меня. Потому что, ну, это было такое очень интересное прикосновение. Это была настоящая работа в профессии. Потому что я учился для этого. А то, что там играть какие-то сериалы, для этого не надо учиться. А здесь я действительно как-то попробовал построить образ, как-то прикоснуться по-настоящему, что ли. Вот. Ну и я действительно очень Андрею за это благодарен. Поэтому, ну, дай бог, еще не последний раз мы с ним поработаем, так сказать. Да, я так понимаю, что он вас пригласил и в свой последний фильм, который вот в 2020 году вышел в прокат. «Красный призрак». Расскажите про этот фильм. Ну, знаете, ну, сценарий можно писать-то, в общем, и такой, и так, и так. Можно сделать его в таком жанре, в этом жанре, приломить его в эту сторону, вправо, влево. Но не буду углубляться туда, в эти детали, в эти, там, нюансы, мелочи. Но мне показалось, Андрей сделал очень интересное кино. Именно как режиссер, мне кажется, это вот его первое такое кино с его почерком. Знаете, когда уже, когда режиссер становится уже таким выпуклым и объемным, когда уже приобретает какой-то почерк. Мне нравится, что какие-то вещи там есть, но это уже, я считаю, для зрителя, может быть, и не обязательно, но для человека, который занимается этим делом, это надо понимать и осознавать, что такие вещи действительно дорогого стоят. Когда я вдруг в этом фильме увидел две ментальности, то есть немцев и наших. И вдруг для меня это стало какой-то, каким-то еще одной маленькой такой частичкой, которая мне дала понимание какое-то. Знаете, когда я вдруг увидел, что вот эти два народа, они в любом случае бы когда-нибудь воевали. Потому что, ну, наши вот так и... Знаете, тем более, что пережили такой действительно тяжелый период, там, начиная, там, начало века революции, там, еще сталин, сталинизм, вот эти лагеря, это жуткое время. Конечно, кто там, какое воспитание, там, естественно, отсталость, я имею в виду, ну, в развитии, это нормальная, естественная вещь. И люди, которые, значит, посчитали себя высшей расой. Я вдруг это вот где-то так, чик, и увидел это в этом фильме. Такая незримая прослойка. И это, ну, для художника, мне кажется, это дорого стоит, поскольку сам по себе этот фильм, ну, его можно сделать интереснее, менее, еще и так далее, и так далее. Но вот какие-то вот такие тонкости прозвучали для меня лично. Опять же, там, зрителю-то, может, это и не надо. Потому что зрителю все-таки там, для зрителей все-таки давалась, как бы, другая информация. Но мне показался фильм очень интересным. Тем более, что с учетом нашего времени. Потому что каждое время надо разговаривать языком этого времени. Рассказывать историю, даже если она вчерашняя, там, ну, там, в двухвековной давности. Но рассказывать ее надо все равно языком нашего времени. И в данном случае этот фильм как раз в этом получился. Я как раз вот хотела поговорить об этой разнице. В чем фишка кино 90-х и современного кино? Вот вы недавно снимались в сериале «Перевал Дятлова», как я понимаю. У вас там была небольшая роль. А, да, была какая-то, да, там какой-то там эпизод. Да, и вы просто тот человек, который застал, вот даже по себе эти эпизодические роли, в кино 90-х и современном кино. Вот об этом мне хотелось бы спросить. Это отличие самое главное. Мне кажется, отличие это в том, что в 90-е годы не было возможности и больших каких-то бюджетов снять. Там, более-менее, ну, хорошую картину. В отличие от того же «Перевал Дятлова». Там большой, хороший бюджет. И я думаю, с такими бюджетами-то и особо в таком жанре, и в таком, такой истории, про которую ведется разговор, там, особо и режиссером не надо. Ну, как он снят, как он показывает. Там, без обид, без ничего. Ну, правда. Потому что есть все-таки понимание, это режиссер. А это не режиссер. Потому что, в принципе, дайте денег сейчас человеку более-менее талантливый. Он снимет хорошее кино. Я уверяю. И я знаю таких много людей, режиссеров. В 90-м же годах пытались вообще выжить. Пытались выжить и пытались заниматься этим делом своим делом. Потому что на это учились. Это дело было любимым там на протяжении практически всей жизни. Это, наверное, отличало. Ну, потому что, ну, в 90-м году я даже не знаю, какие фильмы там можно было отметить. Ну, разве что может такое народное кино «Ворошиловский стрелок». Ну, по мне, так, это не особо такой какой-то интересный фильм. Ну, лично для меня. Там актуальная тема, да, но сам фильм отличный. Вот, но все-таки в нынешнее время есть возможности, если есть бюджеты, рассказывать какие-то истории, о которых вы не знали. И можно рискнуть на что-то там много комедий появилось. Ну, правда, от них тоже немножечко начинаю я уставать от этих хералаш. Да, 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 да. Да, да, да. Такие все уже, как бы, все эти законы, все эти приемы, все эти сценарные. Но опять же, это мое мнение, но ведь помимо меня существует масса и много людей, которым это нравится, которым это нужно. Поэтому это я так только высказался, как показать на меня. Но тем не менее, на любой продукт найдется свой потребитель. Поэтому все-таки возможности, а возможности как технические, финансовые и как возможности идейные сейчас гораздо глобальнее и шире и больше. Сейчас даже посмотрите, сейчас даже в наш век, в наше время, так скажем, дилетантизма, много людей, которые не касательно этой профессии снимаются, работают. И вроде неплохо, нормально. Посмотрите, сколько блогеров имеют популярность, как они здорово работают. Ну, как бы, приятно смотреть. Но опять же, есть цель и задача, что ты хочешь, для чего ты это делаешь. Поэтому говорить о том, что тот талантлив, тот менее талантлив, ну, нельзя так говорить. Просто есть продукт сосиски, есть продукт копченая колбаса, а есть там, как вот хаман, понимаете, вот этот лиханан, как в Испании. Поэтому тут каждый, что пытается делать, за что он берется. А то, что человек каждый может быть талантлив, и не то, что может, а талантлив. И одарен в каждом человеке, и живет этот вот лучик, этот вот, знаете, небесный. В любом человеке. Другое дело, кто-то его развивает в эту сторону, кто-то его развивает в эту сторону, а кто-то не развивает его просто вот как есть. Поэтому я в последнее время как-то никогда не разделяю людей на талантливые и не талантливые. Есть человек более объемный, есть человек, ну, я имею в виду в своем творчестве, более многограммный, который может сыграть так, может так, это так, так. Или там, скажем, музыку такую сделать, такую, такую. Или там снять фильм такого жанра, такого и такого. Потому что чем отличается, скажем, профессионал от непрофессионал? Их различие в том, что профессионал должен понимать и должен уметь различать хотя бы жанры. И работать в этом жанре или в этом жанре. Должен понимать, на какой аудитории он делает, либо он делает для массы. Ну, тут, конечно, эта история сложнее. Потому что для всех сделать классное кино, это, конечно, очень сложно. То есть для поколения младшего, ну, не обязательно дети, от 20 лет, и для поколения старшего, там, 60-50 лет, и чтобы всем это все понравилось. Вот это, конечно, действительно такая вещь сложная. Вот, ну, наверное, вот это и отличает людей, которые занимаются профессионально и непрофессионально, так скажу. Скажите, а можете вы назвать, может быть, режиссеров российских, у которых вы хотели бы сняться, с которыми вам хотелось бы поработать, но вы еще не работали? Вот я понимаю, что Андрей Богатырев как-то повлиял так, что помог раскрыть вас как драматического актера, потому что вы театральный актер, и он раскрыл вас на экране. А еще режиссеры, вот, с которыми хотелось бы? Ну, вот вы сейчас задали вопросы, я как-то вот на мере дня у меня была такая мысль какая-то, кого-то это для себя отметил, прям, да. Я вот сейчас сходу-то не смогу вспомнить, действительно, с кем бы я хотел поработать. Ну, в свое время очень хотел там с Никитой Сергеевичем поработать, в свое время. Там, действительно, у него были замечательные фильмы, и вообще, мне кажется, он как режиссер, мне кажется, с ним очень интересно, как он работает с актерами. Он уникальный в свое время, явление там. Ну, вот, сейчас, в данный момент, как-то так, да, наверное, ну, пока мне сейчас так в голову не приходит, знаете, я думаю, что, может быть, в ходе нашего разговора, тут, может быть, как-то так, придет мне на ухо. Ну, у меня, действительно, был, был, вот, недавно вспоминал, вот, я кого-то, прям, мне так захотелось, а-а-а, я бы с Лунгиным поработал, кстати. Да. Мне очень нравится, как он расставляет акцент, и как он вскрывает, вот, персонажи, и как он пользуется актерской природой. Это, кстати, классный ход, когда он, действительно, вот, я не знаю, ну, как он сейчас, насколько ему сейчас интересно, насколько он влюбляется в свое время. Я там, я не знаю, я всегда очень тоже относился к трепетам, вот, больше, вспоминая фильмы «Таксисты», «Остров», и там, и так далее, и так далее. Вот, ну, там, один из тех, наверное, людей, с которыми я тоже очень бы хотел поработать, как с режиссером. Скажите, вы бывали у нас в Латвии, в Риге, в Балтии, быть может? Конечно, конечно, ну, что вы, я же сам родом оттуда, но я, имею в виду, с Прибалтики. Мы там школу прогуливали на дизеле, но электричика не было, я не знаю, как там сейчас есть, но нет. У нас раньше ходил дизель, такой красный, я помню, мы школу прогуливали в Литву за мороженым, но тогда, в советское время, там, в Калининградской области мороженого не было, шоколадом. А в Литве было. Ну, вот, в Литву там ездили, но когда я стал чуть постарше, мы и в Ригу ездили, там, ну, ночью надо было доехать на поезде. Тоже мы ездили пару раз. У меня сестра там родная училась какое-то время, мы тоже к ней ездили. Не, я Прибалтику обожаю, люблю, это очень красивые места, это очень, ну, это здорово, мне Прибалтик всегда нравится. И более того, я всегда как-то ладил с этой ментальностью, потому что у Прибалтов есть такая немножечко ментальность своя. И так как у меня дед был неродной латыш, литовец, он неродной дед, как ни страна, мой любимый дед был вообще любимый, один из любимых людей в моей жизни, он на меня очень сильно повлиял, а я у него неродной внук, неродной, был любимым внуком. Удивительно, поразительно бывает в жизни. Вот, поэтому, наверное, может быть, мы ездили в Литву, там иногда к нему редко, ну, было пару раз. И, наверное, это тоже как-то сказалось на именно воспитании этой ментальности, такого оттенка, еще одной граник. Знаете, мне всегда было комфортно общаться с ладышами, с литовцами. С литовцами там посложнее, там есть какие-то там грани такие, знаете, непробивные, есть там Шовляй, например, там еще там подальше. Там, конечно, посложнее люди, потому что они вообще там как-то, русских вообще как-то не очень, как недалюбие. А в период, когда закончился Советский Союз, так вообще просто забыли русский язык, и я туда ездил. Ну, и то все равно мы находили общий язык всегда, всегда, и никаких проблем нет. Спасибо вам большое за разговор. Я надеюсь, что мы обязательно увидимся живьем в следующем году. И, может быть, вы приедете с женой и детьми к нам в гости, к морю, в Юрмалу. Я бы с удовольствием, ну, я думаю, что, наверное, и так сам может как-то приеду. Потому что, ну, у меня действительно очень близки эти места, эти края. И я уже не помню эти, конечно, названия городков небольших в Латвии, там, куда за Юрмалу дальше выездили, вот эти побережья. Поэтому для меня, в принципе, это частичка Родины. Потому что, в принципе, Прибалтика, то Литва, что Латвия, что Калининградская улица, она, так сказать, она схожа. Она схожа по архитектурной какой-то своей истории. То, что это Балтийское море, которое всегда как-то, но эти дюны, это сосновые леса, там, вдоль побережья, там, у меня море. А этому, конечно, будет возможность, и я обязательно как-то приеду. Спасибо вам. Всего доброго. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok